Добро пожаловать на вебинар, который проводит ВФГ. Будем говорить об улучшении медицинской помощи людям с болезнью Вилли Бранта. Мы будем говорить о недавно опубликованных рекомендациях, авторами которыми является ВФГ, Американское медиалогическое общество, ЕКГ и Общество по тромбозам и гемостазам международное. Приветствую всех, благодарю, что вы к нам присоединились. Я Нейтан Канелл, гематолог, работаю в Берминге, в больнице и также преподаю в медицинской школе Гарварда в Бостоне. Мы раскрываем тему последней рекомендации по введению больных с болезнью Вилли Бранта. Предоставляется перевод на испанский, русский, французский и арабский. Вы можете выбрать внизу экрана кнопочку перевод и выбрать уже из меню необходимый язык. Это будет синхронный перевод. Это было на компьютере, а в мобильном телефоне мы слева видим экраны телефона на андроиде. Нажимаете на три кнопочки и выбираете нужный язык. В центре это скриншоты с айфона. Вы выберете необходимый язык, нажав на вкладку language. После этого обязательно нажмите на три кнопочки, иначе вы не сохраните выбранный язык, если вы не нажмете на кнопочку done, сделано. Повестка дня на экране. Мы очень коротко расскажем вам о том, как разрабатывались новые рекомендации. Скажем, какие новые есть моменты в диагностике этой болезни, в лечении этой болезни. А потом немного поговорим о том, что думают пациенты о жизни с этим заболеванием и что они ожидают от новых рекомендаций. В конце у нас много времени оставлено для обсуждения между пациентами и вопросов и ответов. Итак, рекомендации можно скачать бесплатно из любой точки планеты. Если у вас есть доступ к интернету, заходите на страничку www.bladadvances.com и можно скачать и сами рекомендации, и связанные с ними материалы, в том числе и очень полный анализ современной литературы на эту тему. Перед нами сегодня выступают следующие докладчики. Кроме меня, доктор Мишель Лавен, которая возглавляет комитет ВФГ по БВ и редким зокогулопатиям. Она является консультирующим гематологом в больнице Столого Якова в Дублине, а также сопредседателем в Международном обществе по тромбозам и гемостазам, гемостазам научный комитет по болезни Вилебранда, а также в ИАХАДе возглавляет комитет по женскому здоровью. Следующий выступающий Николай Жиро. С 2015 года он входит в исполнительный комитет Французского общества гемофилии и стал первым президентом в 2018 году в этом органе, несмотря на то, что у него болезнь Вилебранда. И пройдя специальное обучение, он стал пациентом-консультантом и проводит семинары с врачами, рассказывая о том, как больные воспринимают свою болезнь, и входит в междисциплинарную группу профессионалов, которые разрабатывают программу и проводят образовательные мероприятия с пациентами и их семьями, на которых повлияла болезнь Вилебранда. У него трое детей, он проживает в Вене, в Австрии. Ибайба Земели входит в совет ВФГ и является президентом Латвийского гемофилического общества гемофилии и Латвийского альянса редких заболеваний. Она также входит в комитет по БВ в ЕКГ и в ее семье непосредственно еще у трех человека болезнь Вилебранда. И она очень много времени практически в свою жизнь посвящает адвокации прав людей с когулопатиями и в Латвии на международном уровне. Давайте, пожалуй, начнем сегодняшний наш разговор с объяснения, что такое болезнь Вилебранда и как разрабатывалось руководство по ведению этих таких больных. То есть поговорим о процессе. У меня нет конфликтов интересов. И история этого заболевания начинается чуть меньше, чем сто лет назад. Доктор по имени Эрик фон Вилебранда опубликовал медицинскую историю семьи с этим заболеванием. Тогда думали, что у них наследственно тяжелая гемофилия. Но тем не менее, хотя эта болезнь была похожа по клиническим проявлениям на гемофилию, но болели ей и мужчины, и женщины. И доктору показалось, что эта болезнь связана с гемофилией, но не совсем ей являются. Болезнь Вилебранда – это самая распространенная наследственная когулопатия. И болеют одинаково как мужчины, так и женщины. Но гораздо чаще от этого заболевания страдают женщины, потому что у них ежемесячные менструальные кровотечения и кровотечения после родов. Плечина заболевания – это либо низкое содержание, либо неправильная работа белка, которая называется болезнь, которая называется белок Вилебранда. И в основном проявления – это кровотечения в слизистые, кожные проявления. Легко появляются синяки, кровотечения из десен, и месячные кровотечения, кровотечения после родов – это вот такие опасные проявления. В разработке рекомендаций участвовала большая группа экспертов. Мы провели большую работу по научной подготовке. И опирались, конечно, на предыдущие рекомендации в 2007 году. Но этому предшествовала большая работа. Национальный институт здравоохранения в США вместе с привлечением американского общества гематологов и другими заинтересованными сторонами посмотрели на опубликованную литературу. Эта работа началась в 2004 году, группа была создана. И с 2006 по 2007 года велась работа над литературой. Потом были в 2007 году опубликованы сами рекомендации. И в 2015 году было сказано, что эти организации должны создать консорциум и создать обновленные рекомендации по введению больных с болезнью Виллибранда. И действительно, несколько организаций объединились. Для составления нового документа вы можете, зайдя на сайт внизу www.advances.com, как сами рекомендации, так и сопутствующую литературу. Американское общество гематологии, Международное общество по тромбозам и гомостазу, Национальный гемофилический фонд и другие организации, которые вы видите, представленные их логотипы внизу, соформировали команду разработчиков для того, чтобы способствовать процессу принятия решений по диагнозу и лечению болезни Виллибранда и улучшить качество жизни и результаты лечения людей. Обеспечить правильный доступ и к диагностическому тестированию, и к терапевтическим рекомендациям, определить исследовательские приоритеты и дать как медработникам, так и пациентам, налогоплательщикам и другим за действенным сторонам, те приоритеты, на которые нужно обращать внимание при работе с болезнью Виллибранда. И создана была экспертная группа, назовем ее коллегией, куда входились не только гематологи, но еще и гинекологи, акушеры, педиатры, разные специализации. Был даже нефролог и стоматолог, для того, чтобы была многопрофильная команда и разные заболевания были затронуты. Но мы привлекли еще и пациентов, это был такой необычный состав экспертной группы. Очень внимательно мы относились к тому, чтобы минимизировать конфликт возможных интересов и четко опираться на научные доказательства. Каждая подгруппа создала 10-20 клинически важных вопросов форматы ПИКО. ПИКО – это значит пациенты или популяции пациентов. Смотрим на проблемы, на результаты, на вмешательства и сравниваем, какие были проведены вмешательства и какие результаты, в чем они отличаются. Вот, допустим, клинический вопрос. Пациенту с болезнью Виллибранда и с анамнезом тяжелых заболеваний, с тяжелым фенотипом и частыми кровотечениями, нужно рутинно проводить профилактику концентратом фактора или не нужно? И все собранные доказательства были сведены вместе, посмотрели на их приемлемость и выполнимость, и справедливость, и все это вошло в опубликованные варианты. Теперь на схеме мы показываем то, что я проговорила словами. И для того, чтобы полный цикл пройти, потребовалось 4, даже 5 лет. Посмотрели мы на научные доказательства, создали сборники по разным аспектам этих научных доказательств. Это вы можете посмотреть в наш процесс работы в интернете. И потом на основании вот этих подборок фактов создались, были созданы рекомендации. А в центре всего, как вы видите, люди за столом сидят, это наша коллегия, куда входили разные доктора по разным специализациям и пациенты. Мы даем вам представление о масштабе исследования. 71 страна участвовала со всех шести континентов, 601 участник и 9500 отдельных комментариев. 51% это пациенты, 49% это доктора или медики. И единый вердикт был, да, нам нужны новые рекомендации. Вот мы их опубликовали, и более 100 человек откликнулись на черновые рекомендации, то есть на проект, который мы опубликовали из 38 стран. И мы собрали все эти комментарии и уже сделали окончательную редакцию. Рекомендации двух видов. Строгие и при определенных условиях. Для пациентов строгая рекомендация, что большинство хотят получить такое вмешательство по лечению, а для докторов они считают, что большинство должны получить такое вмешательство. Теперь условная рекомендация, что большинство хотело бы получить медицинское вмешательство, но многие не хотели бы. Теперь внизу вы видите строчка, которая написана для тех, кто создает направление политики в здравоохранении. И, соответственно, если это сильная рекомендация, значит, нужно обязательно что-то с этим делать. А если рекомендательная рекомендация, то она идет в качестве предложения. Мы понимаем, что не во всех странах мира будет возможность к предложенным методам решения. Но мы предлагаем идеальный вариант, что в идеальном мире могло бы стать образцом, стандартом лечения. И это будет направлять деятельность тех, кто отвечает за здравоохранение в стране. Есть еще адолопмент. Это адаптация, внедрение и новое развитие. Но понятно, что вы адаптируете работу к вашему региону. Выбираете те, что наиболее важны в этой области. И адаптация, если вы применяете к своей реальности, а новое – это то, что вы разрабатываете заново. Важно понимать, что наши эксперты-пациенты имели полное право голосования и участвовали как полноправные члены в работе. Диагностическая панель собиралась отдельно. Мы обсуждали еще и диагностику. Особенная благодарность доктору Поле Джеймсу. Она была клиническим сопредседателем по этим вопросам и по методологии у нас была. СОМ-председателем. Затем панель лечения болезни Волибрада. Там участвовали в основном доктор Вероника Флакс с командой. Доктор Мустафа и я участвовали в обеих панелях с тем, чтобы координировать усилия наших команд. Вот имена команды по методологии. Они тысячу часов провели, просматривая различные источники, отыскивая надежные данные с тем, чтобы наши рекомендации были релевантными. Диагностика. Рекомендация по диагностике касается очень многого. Это инструменты оценки и инструменты для оценки тромбоцит, связывающие активность типа Велибранта. Что делать? С первым диагностикой панеля Велибранта типа 1С и рекомендации по второму типу. Виды анализа и диагностические пороги. Это включает лечение Велибранта профилактику, использование дисмопрессийно-антитромботическую терапию. Затем про хирургию. Мы говорили как большие операции, так и малые. Это особый был раздел про гинекологию, про минорагию и про работу кушеров, нейроксиами, анестезии и о том, как справиться с послеродовыми кровотечениями. Затем руководство по диагностике болезни Велибранта. Хотел бы особое внимание обратить на ту рекомендацию, которую больше всего ожидали. Это порог диагностический. Руководство седьмого года предлагало, что это менее 30%. Возник серьезный вопрос. Если все-таки при первом типе Велибранта может быть пороговый уровень, должен быть не меньше 30%, а меньше 50%. И появилась новая рекомендация о менее 30% в зависимости от картины кровотечения. А если кровотечение, то менее 50%. И эта рекомендация относится к числу строгих рекомендаций. Были отдельные указаны по поводу того, к чему относится этот уровень. И что делать и как использовать, если это меньше 50%. Важно тайминг тестирования. Это может влиять на интерпретацию результата. Проведено было 9 исследований по поводу корреляции между результатами лабораторных анализов и четкой диагностикой. Секвенирование проверяли частоту. Процессное соотношение пациентов с генетической мотацией повышается. Мы понижаемся ниже 50%. Меньше 10% практически всегда присутствует генетическая мотация. Также мы разделяем пациентов от 30 до 50. Это зависит еще. И у них ненормальные уровни кровотечения. А если нет фенотипа кровотечения, мы все равно хотим обеспечить для них доступ к терапии. Рассмотрели отношения вероятности. И здесь даже рассматривала цифра в 60. Но остановились на 50. Хотя в этой области еще требуется исследование по поводу порогового значения для диагностики. Зачем это делать? Чтобы не пропустить болезнь и одновременно гипердиагностики без кровотечения нужно избегать. И все это было включено в строгие рекомендации руководства. Потому что мы хотим, чтобы диагностика была. И если это фенотип кровотечения, чтобы было лечение. И все должно быть одинаково по всему миру. То есть не должен быть индивидуальный порог диагностики в различных центрах лечения. Разные данные мы собирали детальные по пациентам с уровнями от 0,30 до 0,60. Включая дефекты функции тромбацитов и другую информацию. Мы пытались выяснить, что вызывает более тяжелый фенотип кровотечения. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, откуда в семье и у пациента именно кровотечения возникают эти симптомы. Необходимы дальнейшие исследования в этой области. Еще ключевые диагностические рекомендации. Это по инструментам оценки кровотечений. Мы рекомендуем, если вероятность болезни вырабатывания низка, то мы рекомендуем использовать валидированные инструменты оценки кровотечения. И условная рекомендация использовать более современные виды анализов типа GP1-BN и GP1-R. Соответственно, это гликопартеин А с мутантином и глипроцентин ЛВ с аристоцитином. Они дают более надежные результаты, чем просто аристоцитинкофакторный анализ. И алгоритмы выяснения диагноза и последовательность анализа были выражены вот в такой таблице-схеме. С тем, чтобы понять, на каком уровне, на пороговом уровне нужно начинать диагностику и как ее проводить. Также измерение вероятности по первому, второму, первому тесту, типу, пересмотру диагноза для пациентов с нормализованными уровнями, а также геометическое тестирование при типе А2 различных по типу АФА. Там нужны более детальные алгоритмы для выяснения типа 2Н и 2М. Вот такие вот детали. Спасибо за внимание. Теперь передаю слово доктору Лавин. Она расскажет об обновлениях в руководстве по лечению болезни Вилибрата. Спасибо, Натан. Прекрасно вы рассказали. И спасибо за честь выступить перед вами сегодня. Все очень рады появлению этого руководства. Долго оно обсуждалось, долго создавалось. И, наконец, мы можем представить его всем, кому оно нужно, пациентам с болезнью Вилибранта. Что касается конфликта, интересов, возинформации о возможном конфликте. И расскажу вкратце о лечении болезни Вилибранта. Основные аспекты руководства по лечению вообще о хирургии, о минорагии и беременности. И о старении с болезнью Вилибранта. Итак, начнем с варядов лечения болезни Вилибранта. Я знаю, что многие об этом знают и этим пролечивались. Астроноксамовая кислота обычно дается либо в таблетках, в аминезусах, иногда внутривенно. Иногда даже как в виде полоскания для рта, чтобы прекратить кровотечение. Это лекарство тоже дается внутривенно и иногда подкожно вводится. Это лекарство также имеет форму спре, ноздального спре. Кроме того, заместительный фактор фон Вилибранта. Но не все пациенты отвечают на такое лечение. Он, опять же, может быть рекомбинатным или из плазмы. И надо не забывать о таких простых вещах, как препараты железа и гормональная терапия. Достаточно хорошо помогает при частых кровотечениях. Особенно у саминорагии женщины часто испытывают дефицит железа. Начнем с руководства по общим симптомам кровотечения при болезни Вилибранта. Первый пункт в руководстве и, пожалуй, самый важный вопрос по результатам опроса, это то, что пациентам необходима профилактика при болезни фон Вилибранта. Хотя профилактика уже стала стандартным лечением гемофилии. Для пациентов с фон Вилибранта этого пока нет. И порой профилактики добиться сложно. Поэтому мы искали доказательную базу, чтобы доказать, что пациентам с фон Вилибранта с тяшными и тяжелыми кровотечениями необходима долговременная профилактика. Это гораздо лучше, чем лечение без профилактики. Симптомы кровотечения, конечно же, при этом нужно периодически оценивать, а также нужду по профилактике. Надеюсь, что это руководство повлияет на национальную систему здравоохранения и что профилактика станет более доступной для пациентов с болезнью Вилибранта. Это достаточно строгая рекомендация, хотя ограничены еще данные. Необходимы рандомизированные контролируемые исследования. Необходимо продолжать исследование. Хотя было проведено одно раздельное, пять исследований, с сравнением до и после профилактики и восемь исследований было проведено по сравнению от этой ситуации до и после профилактики. Всех информации в доступе, как об этом сказал Натан, на посылке, которую вы видите внизу слайда. Другие виды лечения болезни фон Вилибранта. Десмопрессин, испытание десмопрессина. Уверен, что это не очень-то удобно иногда. Нужно прийти, сделать анализ крови, потом 60 минут вам дают десмопрессин, и, соответственно, день ушел на это. В некоторых центрах это можно делать быстрее, там часа, четыре часа. Но, тем не менее, в руководстве нужда в лечении десмопрессина была высказана и сделано предложение, что это должно зависеть от уровня фактов Вилибранта. Менее 30%. И десмопрессин показан, но, опять же, он должен использовать в зависимости от результатов. Не все на него пациенты отвечают. Вот в этой группе у пациентов с уровнем ниже 30%, ответ на лечение десмопрессина может быть очень разным. И гарантировать ответ на такое лечение невозможно. И есть изменения взрослые с Вилибрантом первого типа и базовом уровне от 30 до 50%. Это будет теперь рекомендоваться. И предполагается, что эти пациенты отвечают на десмопрессин. И теперь уже не нужно будет делать испытания после первого использования. Это будет теперь доступно. Ответ у детей более вариативен. Это не относится к педиатрическим пациентам. Теперь таблица, сводная всех упомянутых сведений. Иногда трудно понять, какие типы отвечают, а какие нет на лечение десмопрессина. Здесь все-таки написано. Зеленая зона, это отец отвечает, взрослые отвечают, но дети по проверке. Если у вас 30-50, если у вас первый тип, но меньше 30%, то необходимо испытание. Как терапия первой линии, это в любом случае подходит. При 2B мы это не используем. И третий тип, конечно, не отвечает. Ну и второй тип 2A, 2M и 2N возможен частичный ответ. Итак, на какие мы руководство использовали в прошлом. Теперь мы посмотрим про хирургии. Посмотрите, какие-то исследования говорят, что нужно после операции, либо восьмой фактор используется, либо фон Виллибранта фактор. Продолжительность тоже по-разному. Мы рассмотрели разные рекомендации. И сейчас рекомендуется, что и восьмой фактор, и фактор Виллибранта должны отслеживаться по уровню активности, если это выше 0,5% на миллилитр, по менее 3-3 дней после операции. Для небольших процедур также предлагают, что можно повысить действие фактора Виллибранта с помощью трониксамовой кислоты. Если болезнь первого типа, то тогда базовый уровень от 30 до 50 метров и легкие фенотипы, и небольшая процедура на слизистых, либо на коже, то предполагается использоваться трониксамовая кислота. И рекомендации говорят, что да, нужно смотреть на индивидуальные риски пациента. Если более высокий риск тромбоза, то, может быть, для того, чтобы избегать активно использовать трониксамовую кислоту и длительно иметь повышенный уровень восьмого фактора и фактора Виллибранта. Теперь тяжелые месячные. Тоже очень кратко, даже в картинках вам покажу. Первый отправной пункт – планирует ли женщина беременность. Если да, нет, наоборот, если нет, и у вас тяжелые месячные у женщины, то тогда выбирается либо гормональная терапия, либо комбинированная в таблетках, либо внутриматочная спираль, либо вариант вместо контрацепции – это десмопресин. Если планирует женщина беременность, то тогда она не может пользоваться контрацептивными средствами, тогда выбирает трониксамовую кислоту, это лучше, чем десмопресин. И то же самое по месячным. Вот здесь были представлены отдельные пункты. Если у пациентки очень тяжело проходят месячные, обильные, и она не отвечает на предлагаемые варианты лечения, то, наверное, тогда нужно вводить профилактику, потому что мы говорим, что она вводится во время тяжелых фенотипов заболеваний. Теперь беременность. Рекомендации говорят по поводу эпидуральной анестезии. Были рассмотрены более высокие уровни фактора Виллибранда от 50 до 150 процентов для того, чтобы можно было провести нейроаксиальную анестезию. Но недостаточно данных, недостаточно доказательств, что именно надо более 50 процентов. Поэтому предлагается такой диапазон от 50 до 150. для проведения нейроаксиальной анестезии. Теперь послеродовые кровотечения. Вот это одно из основных изменений в данном варианте. Предлагается использование тронексамовой кислоты по сравнению с вариантом, если не использовать, для первого типа и с низкими уровнями Биллибранда. Но это может также и для второго, и для третьего типа подхватить. То есть используют тронексамовая кослета после того, как женщину выписали из роддома. И, наверное, это вот такая как бы сильная рекомендация. Мы проголосовали за нее. Но написано, что это условная рекомендация, потому что недостаточная оформленность, недостаточная определенность у этих доказательств. Потому что просто небольшой процентный состав женщин с таким заболеванием. Теперь возрастные изменения. Панель. Что мы как группа обговорили? Что информация такая. Вместо того, чтобы снимать с возрастом этот диагноз, нужно просто пересмотреть. Потому что с возрастом, как известно, уровни повышаются у фактора Виллибранта. Но даже выше 50 это все-таки болезни. Поэтому с возрастом нужно пересмотреть заболевание и вместо того, чтобы снимать его. Если у вас был до этого первый уровень, то, возможно, уровень будет нормальный с возрастом. Но при этом непонятно, что будет с фенотипом. То есть понятно, что уровень повышается. Наверное, будет меньше кровотечений. Но тем не менее, диагноз мы не рекомендуем снимать, потому что какие-то моменты помощи человек будет получать в центрах лечения гемофилии, где он раньше обслуживался. Теперь антиагрегантные препараты, антикогуляционные с возрастом. Может быть, придется разжижать кровь из-за сердечно-сосудочных заболеваний. Если у вас болезнь велибранта и вам прописывают допустим асапирин, а вы знаете, что вам десятилетиям говорили, что этот препарат вам нельзя, то у пациентов с болезнью велибранта и сердечно-сосудочными заболеваниями, которым необходима антиагрегантная или антикогулянтная терапия, мы предлагаем применение необходимых препаратов по сравнению с вариантом, когда оно не проводится. Но при этом нужно оценивать, какой риск кровотечения у этого пациента. И это совпадает с стандартами хорошей клинической практики. Решение принимается многопрофильной командой специалистов, плюс еще с участием пациента, которому рассказали, какие у него есть риски, и он задействован в принятии решения. И вот этот аспект красной нитью проходит через все наши рекомендации. Потому что решение принимается и по фенотипу кровотечения, а не только по уровню. И как правило, надо сказать, что пациентам с сердечно-существами заболеваниями десмопресин не рекомендуется. А как меняется практика клиническая с новыми рекомендациями? Во-первых, у нас новые диагностические пороги для типа 1 и для типа 2 болезни Вилебранда. Не проведены сейчас использование десмопресина у пациентов, у которых невысокий уровень фактора. Необходимо теперь четче следить за временем после операции. Мы поддерживаем проведение профилактики, говорим о том, как быть с пациентами, у которых сердечно-существе, заболевания, и как использовать антиагрегантные препараты. И соответственно, мы будем смотреть, как будет развиваться практика, поскольку некоторые рекомендации новые. Есть у них и ограничения, потому что мы пытаемся в рамках руководства все 7 подтипов посмотреть, в рамках еще 10 вопросов по ведению и диагностике. Но мы зависим от объема данных. Их немного, но тем не менее, объединив мировые усилия, нам удалось ответить на многие вопросы с привлечением ключевых пациентов. И мы говорим, что это по-прежнему интересное для исследований зона, привлекать необходимо исследователей для того, чтобы разрабатывать эти рекомендации больше. у нас нет практически строгих рекомендаций в рамках этого сборника, но мы надеемся, что в будущем с дополнительной работой мы сможем увериться и предложить строгие рекомендации. Это минусы. Теперь плюсы. Во-первых, были объединены пациенты, эксперты, доктора разных специализаций, мы привлекли фундаментальных ученых, исследователей-методологов к этой работе. Мы выявили, какие присутствуют пробелы в исследованиях и в понимании этой болезни. Мы надеемся, что это поможет лицам с болезнью Беллибранда получить доступ к лечениям, потому что теперь есть четкие показания к тому, как вести себя в системе здравоохранения. И мы не привлекали фармацевтические средства, четко указывали на возможных конфликт интересов. И очень важно, что именно в рамках работы НАТО руководством объединили усилия большое количество международных организаций, среди них Американское общество гематологов, ЕКГ, ВФГ, общество по тромбозам и демостазам. Это разные по составу организаций, у них одна цель улучшить жизнь людей с когулопатиями. И Нэттан уже сказала, что если вы хотите подробнее ознакомиться с текстом, то можно зайти на сайт, скачать, и они не только на английском, есть еще и на других языках, и дополнительная литература там же. Передаю слово доктору Канеллу. Спасибо за внимание. Большое спасибо, доктор Лавин. И сейчас мы передаем микрофон Никола Жиро, президенту Французского общества гемофилии. Никола, Николя, вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Как уже было сказано, я был пациентом, да, и в этой экспертной группе по диагнозу я участвовал в качестве пациента-эксперта. Меня попросили ответить на определенные вопросы, то есть осветить в том числе какие-то нечеткости, неопределенности, что можно было бы сделать, улучшить. И в ответах на эти вопросы я задал себе три доп. вопроса. какой вот изобретательный новый процесс для того, чтобы голоса пациентов услышали. И да, здесь участвовали разные организации, они уже были названы и ВФГ, и ЕКГ, и Американское Металлогическое общество, и Международное общество по тромбозам и гемостазу. То есть это была коллективная работа четырех крупных международных организаций. Это вот первый инновационный элемент в этом процессе. И более того, и в диагностическую коллегию, и в коллегию по ведению пациента были привлечены отдельные пациенты. И я считаю, что это тоже новаторский подход к составлению таких рекомендаций. И это подчеркивает коллективное усилие привлечь пациенту к такому длительному процессу составления научного документа. все, конечно, шло не так гладко, непросто услышать пациентский голос. И для этого были на разных уровнях проводились консультации, беседы. Мы с 2007 года у себя в французском обществе гемофилии ведем беседы на эту тему. Мы постоянно включаем тему болезни Виллибранда в разные мероприятия. Вот в 2014 году, в 2016 году во Флориде, когда проводился Глобальный Конгресс Всемирной Федерации Гемофилии, эта тема была затронута и была создана пациентская экспертная группа по болезни Виллибранда. Существовала врачебная группа специалистов медиков на эту тему в ФГ, но не была пациентской. И мне кажется, у нас так выстроились планеты в ряд и удалось совместными усилиями проделать такую большую работу. Конечно, усилия были затрачены значительные, но и результат получился, мне кажется, замечательный. И давайте теперь пошагово разберем этот пройденный путь. Вот мне задали вопрос. рекомендации считаются глобальными по ведению пациентов с болезнью Виллибранда. Посмотрим, кого выбирали в коллегии по диагностике и по ведению пациентов. То есть и докторов, и пациентов. Во-первых, они были из-за стран с высоким доходом, и пациенты, и доктора. Для меня это такой сигнал, что можно ли говорить, что это действительно глобальные рекомендации. Из пациентов только один я был мужчина, а мы говорим, что это болезнь не только женщин затрагить, но и мужчин. Тоже можно говорить, что гендерное предстоительство было равным. Второй момент, ведь давно уже требовалось иметь эти рекомендации. Но как ответить на этот вопрос? Можно сравнить с аналогичными рекомендациями по гемофилии. Вот только в 2020 году, в конце прошлого года, ВФГ опубликовало третье издание, то есть третье издание руководства по лечению гемофилии. И все страны имеют национальные рекомендации по лечению этой болезни. Посмотрим на болезни гемофилии. Теперь по болезни Фонвилибранта рекомендации. Их гораздо меньше и по странам и на всемирном уровне. Так что появится рекомендации по лечению болезни Вилибранта. Я считаю, что работа над ними еще не закончена, ее еще не все возможности мы использовали. Необходимо более точно по разным направлениям адаптировать это руководство. Следующий вопрос. А везде ли в мире применимо руководство по лечению болезни Вилибранта? Мы стараемся создать идеальный мир, но, конечно, мы живем не в идеальном мире. Соответственно, вы знаете, где-то 80% респондентов при опросах были из зажиточных стран. Мы еще многое должны сделать для стран с низким уровнем дохода, для развивающихся стран. И необходимо адаптировать это руководство для их условий. Там же совсем другие условия диагностика очень усложнена, очень сложные процессы и далеко несовершенно иногда ресурсов не хватает. Как справляться им в странах с еще развивающейся экономикой? Иногда просто диагностику они не могут сделать. Лечение. Вот такова ситуация на сегодня. Я немножечко неудобно себя чувствую. Кажется, что я такой негативист и пессимист. На самом деле нет. Я очень благодарен за ту работу, которая была уже сделана. Я ее очень приветствую. Но я считаю, что это лишь начало пути. И реальность требует от нас дальнейшего развития, лучшей адаптации под нужды различных стран с разными ресурсами. болезнь велибранта сложное заболевание и нужны тонкие настройки для диагностики лечения. И нам необходимо дотянуться до тех пациентов, которые требуют нашего внимания и заботы. Это должно быть учтено в руководстве. Да, мы очень давно и с нетерпением ждали этого руководства. Не только мы, но и профессионалы, медики. Им нужны эти руководства. Они будут инструентами для них, которые помогут им вести диагностику и лечение на ежедневной основе. Так что давайте порадуемся тому, что это руководство, которое заняло много труда по своему созданию, появилось. Нелегко было его создать. Знаете, у меня мозг закипал буквально, когда мы над этим работали. но давайте не останавливаться до достигнутого. Еще предстоит нам сделать очень и очень многое с тем, чтобы для любой ситуации, для любой страны, мы могли в нашем руководстве предоставить решение. Знаю, что задача непростая. У нас есть, мы должны расширять это руководство и его, соответственно, адаптировать так, чтобы большинство пациентов и медиков могли на практике им воспользоваться. На этом заканчиваю. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Николай. Теперь передаем слово Байби Демеле. Всем добрый день. Меня зовут Байба, и я, пожалуй, первый человек с болезнью в фонгеребене в совете в ФГ. И у меня четыре темы обсуждения, которые я хотела бы довести до вашего сведения. Такие четыре небольшие вещи, которые действительно могут изменить наше мнение о болезни фонгеребене в целом. Первое это инструменты оценки кровотечения. Подробнее об этом на следующем слайде. Вот очень хорошее решение для нас, для пациентов и для медиков. То, как мы можем классифицировать и понимать кровотечение у пациентов. На самом деле они релеванты. Очень многие были в такой ситуации, когда наши симптомы недооценивались. Нам говорили, нет, это не такое кровотечение, но совсем не такое, как у тяжелых гемофилий. бывает. И именно эти инструменты оценки кровотечений в руководстве позволяют нам точную оценку получить. Мы так в таком инструменте молились всю жизнь, чтобы он появился, чтобы было четкое понимание, насколько тяжел симптом, насколько тяжел это кровотечение. Можно с этим жить, или это необходимо лечить. Так что вот эти симптомы и система оценки позволит нам помочь. Нужно ли нам лечение, нужно ли наставить нам профилактику. Вы лично, может быть, у вас многовато кровотечений, а кто-то, кто ваш медик вам то ли не верит, то ли считает, что ничего фактора у вас на таком уровне, что кровотечение у вас быть не может. Но вот есть инструменты для точной оценки реальной ситуации. На следующем моем слайде я подчеркиваю вот какой фактор. Многие из нас с пациентами с болезнью Вильбранта со многими по всему миру в течение многих лет общаются и иногда говорят, что просто низкий уровень фактора Вильбранта не считается заболеванием, что это не редкое заболевание. Но здесь в руководстве есть четкое разделение по уровню фактора и в каких случаях нас нужно или не нужно диагностировать как пациентов с болезнью Вильбранта. И предыдущие спикеры об этом упоминали. Если меньше 50% фактора Вильбранта в крови, то вот это вот значение. Дальше мы смотрим на симптомы через инструмент оценки кровотечения может быть фактора уровня не такой же низкий, а кровотечения немного. Такой пациент конечно же нуждается в лечении. Также в руководстве очень четко описано какое лечение, в какой ситуации необходимо применять. Наша национальная организация, в наших национальных организациях мы можем использовать эти руководства, которые основаны на доказательной медицине. Я уже послала руководство в наше Министерство здравоохранения и они теперь работают над тем, как предоставить лечение. Николай говорил, что во многих странах было что-то такое по болезни Вильбранта, но не во всех странах и не одинаково. А теперь у нас есть уникальный инструмент всемирного уровня. Руководство мы можем адаптировать в реальные местные ситуации. Я член национальной членской организации и я часто чувствовала себя плохо, когда я слышала о каком-то международном опыте и не могла его донести до министерства, потому что не было такой организованной информации. А тут эта команда сделала всю эту работу за нас. Они собрали информацию, предоставили нам доказательную базу и создали это руководство. Мы можем просто принести его в свое Министерство здравоохранения и попросить установить то же самое на национальном уровне. И вот что мне лично оказалось интересным, когда я читала это руководство. Возможно, для многих это как-то просто понимаемые условия и термины, но мне было интересно узнать. Здесь написано, четко написано, какую операцию хирургическую кровотечения. Как подразделяется кровотечение. Когда впервые это случается в жизни, то мобильм это пройдет, не надо это лечить, а здесь в руководстве все четко описано, что считается частными кровотечениями. И я считаю, что это улучшит жизнь пациентов и облегчит диалог с лицами, предоставляющими медицинское обслуживание. Не нужно будет спорить тяжелое кровотечение у вас или нет. Так что я с большим оптимизмом отношусь к этому руководству и мы должны отдать должное команде, которая создавает руководство. Это здорово поможет пациентам, которые страдают от болезни эллибранта по всему миру. Спасибо за внимание. Спасибо, Вайба. Я хочу взять быстрый момент чтобы воспользоваться моментом, чтобы сказать, что массу информации можно подчеркнуть с веб-сайта www.fg.org slash www.fg.org Там вы можете найти текст руководства и много другой информации по вебинарам, по образовательным материалам на тему болезни эллибранта. и там есть краткие описания, скажем так, краткие изложения сути руководства на разные темы. Там есть перевод на разные теки. Также хотел бы вкратце упомянуть принцип действия всемирной по болезни эллибранта. Он нацелен на достижение адекватного лечения для пациентов с болезни эллибранта. 48 национальных организаций уже объединились в этом движении по адвокации продвижения прав пациентов болезни эллибранта. Больше информации более детально вы найдете на том же сайте подразделения Call to Action призыв к действиям. Ну что ж, на этом перейдем к нашей сессии вопросов и ответов. Времени как раз хватает на это. Так что, пожалуйста, пишите ваши вопросы вот в эту секцию вопросов и ответов внизу на панели зума. мы сначала начнем с тех вопросов, которые уже были поданы на этот момент и попрошу спикеров сейчас включить свою видеокартинку, видеотрансляцию, чтобы мы вас видели. Ну что ж, первый вопрос. Первый вопрос я направлю для ответа доктор Ларрен, потому что она эту тему в своей презентации затрагивает. Вопрос следующий. Сколько можно использовать равна самую кислоту после родов? В руководстве это упомянуто 10-14 дней после родоразрешения. таблетки, и дозировки. У помянуты 500 миллиграмм таблетки, тогда 1 грамм трижды в день, в Америке там другая дозировка 0,3 грамма три раза в день, 10-14 дней после родоразрешения, либо дольше, если кровотечение остается существенным. это позволяет женщинам получить, во-первых, рецепт на это на две недели, и, может быть, еще на неделю дольше, если они заметят, что кровотечение ухудшается, то они могут к коронакосану вернуться, например, если мало ли, на выходные, перед тем, как здесь будет запас суточный, перед тем, как им снова нужно обратиться к врачу. Дальше вопросы направлены к Бабе и Николе. Мне интересно сравнить их ответы с ответами доктора Леви. Какие рекомендации в первую очередь улучшат жизнь пациента с болезнью Виллибранда? Какие рекомендации вас больше всего порадовали когда они были опубликованы в руководстве Баби Николая? Начну Баба. Я была очень рада, когда читала все эти бумаги и буквально хотелось все перевести скорее на наш язык, чтобы люди получили информацию. Мне вот эти таблицы очень понравились которые четко описывают структуру диагностики у меня до сих пор непонятно какой у меня тип болезни Виллибранда и долго не было лечения из-за этого. Кроме того послеродовое кровотечение троноксамовая кислота ведь очень недорогая ее можно купить и я постараюсь чтобы это было включено в список оплачиваемых лекарств для женщин чтобы это покрывала страховка. Вот это два самых важных момента для меня. Спасибо. Никола. Ну что ж вы знаете инсайдеру трудно отвечать на такой вопрос. Я лицо заинтересованно я ведь участвовала в создании мне кажется и по диагностике и по лечению все очень важная информация. Особенно по принятию совместных решений. Вы медики и вы наверное знаете что вы коллеги любите все загнать в анкету поставить птички галочки но болезнь Виллибранда не такая. есть очень такие пограничные состояния не черно-белые а серые и здорово что пациентов пригласили к принятию совместных решений потому что здесь нет подходящих для всех решений стандартов и очень здорово что именно такой подход был принят в разработке и коллеги которые занимались вопросом ведения пациента предложили расширенное определение профилактики это тоже такая очень неопределенная зона не только для пациентов но и для медиков и вот теперь она более структурирована и мне это очень нравится что появились какие-то указатели на этом пути мишель а вам что здорово кажется в этих рекомендациях ну наверное вы наверное можете предполагать что да это тренинг сам после родоразрешения и байба об этом сказала важно мне подчеркнуть что Николас сказал это подчеркнуть да мы сравнили плюсы и минусы риски и выгоды и вот участие пациентов это как раз проявление привлечения пациентов для того чтобы обеспечить доступ и справедливость если мы будем рекомендовать очень дорогое лекарство которое ни принципа справедливости ни доступу не удовлетворяет то что же это будет за прогресс а вот трениксановая кислота это недорогая доступная терапия и очень важно было вот с этим подходом работать со всеми десятью вопросами и мне кажется нам удалось их включить в саму философию руководства по поводу трениксановой кислоты здорово что мы расставили точки на ДИ и по поводу профилактики потому что у докторов много вопросов привлекать этот препарат может кому-то не нужна профилактика а наоборот кому-то она нужна и здорово что мы проставили приоритеты поддерживаем докторов в их стремлении давать людям профилактику и плюс трениксановая кислота в период после родов это очень важно потому что на всех конференциях мы постоянно эту тему затрагивали надо это делать нужно ее давать нашим пациенткам и мы даже когда данные рассматривали то увидели что риск невысоко воспринимаемый плюс очень высокий и поэтому мы понимаем что нужно прописывать для всех страдающих этим заболеванием женщин в период после родов и мы знаем что это очень опасно и во время пребывания в роддоме и дома после родов и здорово что мы на этот период обратили внимание и что это будет делаться не только в роддоме но и когда роженица возвращается домой с младенцем что вот этот период не останется без внимания и без профилактики теперь у меня на самом деле три самых любимых моментов рекомендаций два касаются диагностики вот этот порог отсечения 30 и 50 это один из самых важных его удалось перевести на режим вот таких сильных рекомендаций потому что мы хотим обеспечить доступ всем и рекомендации касательно новых более современных тест-систем особенно GP1BM то есть с мутацией потому что мы все использовали на основе анализ на основе рискотицинкофакторной активности мы знаем как его проводить какова точность этого анализа мы знаем что есть генетический полиморфизм и некоторые пациенты менее отвечают на этот препарат на эту систему и нам хочется прописывать надежные анализы особенно у нас в штатах где достаточно ограниченный доступ к препаратам и надеемся к методам исследования и надеемся что вот эти рекомендации дадут нам возможность направлять пациентов на более современные анализы и теперь профилактика если пациентам она нужна то качество жизни при получении этой профилактики реально меняется очень здорово что профилактику озвучили и пусть даже она не нужна большому количеству но если кто-то из пациентов знает что у знакомых вот есть такие проблемы с тяжелыми кровотечениями они могут порекомендовать профилактику тут еще идет и индивидуализация лечения так поступают вопросы и я задам следующий вопрос доктору Лавин это подкожные импланты они рекомендуются молодым женщинам в качестве средства контрацепции чтобы не забеременеть и чтобы прекратить месячный вот эти подкожные импланты в качестве контрацепции по сравнению с другим методом контрацепции а что вы скажете на этот счет плохо я услышала конец но спасибо что вы мне пояснили но по сути тут два вопроса во-первых эффективность по предотвращению беременности и как это влияет на тяжелые месячные вот два вопроса есть заинтересованные пациенты и кстати говоря в Великобритании сделали прекрасные рекомендации это Королевский колледж по окушествию гинекологии они проводят регулярные обзоры по самым разным видам контрацепции в том числе по самым современным поэтому обращайтесь туда причем не только люди с каковолопатиями могут с ними ознакомиться теперь по поводу тяжелых месячных недостаточной информации о том влияет ли подкожный имплант на цикл месячный пока его не рекомендуют в качестве регулирования тяжести кровотечения но да снижается боль и нет возможности забеременеть но на самом деле пока нет четких данных я бы не рекомендовала если женщина с болезнью Виллибранта хочет использовать контрацепцию то может быть комбинированные пероральные контрацептивы гормональная терапия то есть либо спирали которые вставляются на пять лет и являются эффективным средством контрацепции но и доказанным средством против тяжелых месячных и период месячный может быть там шесть первых месяцев устанавливается а потом после шести месяцев все стабилизируется может быть в течение первого этих первых месяцев можно использовать трониксамовую кислоту вот это пожалуй единственный недостаток этого метода по поводу импланта хорош для контрацепции но все-таки не лично для меня не является вариантом первого выбора для регулирования тяжелых месячных потом через 3-5 лет их нужно удалять и остается шрам поэтому представляете у вас коглупоте и вам нужно проходить хирургическое вмешательство для того чтобы убрать имплант наверное не лучший вариант но пациентки сами решают долгосрочные побочные действия применения трониксамовой кислоты спрашивают про это да вот на самом деле вчера у меня была пациентка молодая и мы предлагали трониксамовую кислоту принимать вот этот момент обсуждали мы считаем как доктора что это безопасное средство три раза в день трониксамовую кислоту принимают и могут если так вот активно то может быть легкое головокружение тошнота но большинство пациентов переносят без побочных эффектов трониксамовую кислоту то есть проще перечислить что не является средством трониксамовой кислоты и ее принимают ее можно применять вместе с комбинированными средствами контрацепции гормональными хотя там есть определенные вот такие черные рамочки в штатах в вкладках в лекарства о том что нужно быть внимательным в сочетании таблеток но я в своей практике применяю трониксамовую кислоту вместе с гормонами и таблетками если те не позволяют оптимально контролировать месячные и во время нашего обсуждения был отзыв трониксамовой кислоты очень конкретный одного препарата и мы хотели поздро мы хотим использовать свои средства чтобы это исследование внимательно посмотреть но мы назначаем женщинам и после родов и во время кормления трониксамовая кислота это лекарство именно для кровотечения если тяжелые месячные либо кровотечение из носа и во время хирургии это тоже периодически применяется это не такая практилактика пожизненная и как Нэтан сказал мало публикаций в литературе о том что если риски тромбоза но они касаются 70-х годов когда прописывались большие объемы контрацепции вместе с трониксамовой кислотой но эти дни давно уже прошли и если мы посмотрим на клинические исследования где трониксамовая кислота использовалась с разными препаратами по сердечно-сосудистым заболеваниям даже допустим при острой лекемии в разных больницах то не возникал высокий риск тромбоза в этих исследованиях рандомизированные контрольные исследования проведены были на пациентах общим числом более 50 тысяч и трониксамовая кислота нигде не вызывала такого риска то есть скорее всего это такой психологический страх со стороны докторов чем реальный риск и в моей практике я так же как и Нэтан прописываю трониксамовую кислоту пациенткам как дополнительное средство если гормональные препараты не справляются в контроле над месячными и опять-таки трониксамовая кислота используется периодически и реально улучшает качество жизни следующий вопрос я наверное Николасу и Абайби адресую как сделать так чтобы на местном уровне сформировалось сообщество именно по теме болезни Вилли Бранта и чтобы эти вопросы продвигались среди других сообществ работающих с Кагулу по теме вот что вы порекомендуете в качестве стратегии можно я начну Абайби если вы позволите прекрасный вопрос на который пожалуй сложно ответить мы всегда спорим на эту тему в нашем сообществе но работаем с этим вопросом нужно во первых найти этих людей которые болеют болезнью Вилли Бранта предложите для этого какую-то платформу какое-то пространство для того чтобы они могли общаться коммуницировать говорить о своем опыте слышать об опыте других предоставлять поддержку что я имею ввиду это какие-то совместные действия помогайте им выполнять защищать свои права проводить мероприятия то есть предлагайте им свою помощь включайте их уже в сформированные общества организации то есть открывайте для них свои двери они будут частью вашего сообщества и их наработки станут достоянием всех вот позвольте я в пример поставлю нашу французскую ассоциацию наша группа пациентов с Вилли Брантом стали работать с гинекологами это большая тема и но это не только больных с болезнью Вилли Бранта касается но это ведь женщины страдают гемофилией и тромбоцитарными расстройствами и другими когулопатиями и это тоже затрагивает их как они поднимают свои проблемы в кабинете гинеколога то есть нужно обеспечить какую-то площадку формально помочь им организовать группу обеспечить чтобы у них была мотивация стимулировать мотивацию пригласить их к своей работе чтобы они почувствовали себя частью вашей общей семьи и это хорошая уже стартовая позиция я по-прежнему учусь как это правильно делать потому что страна у нас маленькая всего лишь 2 миллиона человека и значит по статистике где-то у 300 тысяч должен быть диагноз болезни Вилли Бранта у меня всего лишь совсем небольшое количество в регистре зарегистрировано и я пытаюсь когда они по одиночке вступаются вступает наше общество я их предлагаю предлагаем объединиться в группу но они как-то не хотят все считают что я совсем справлюсь но мне тоже было тяжело самой начинать всегда трудно и мне было в свое время весьма трудно начинать как у нас было с гемофилией вообще не было лечения ситуация была ужасной но больше 7 лет я вот с этим боролась и теперь начинаю что-то делать для болезни Вилли Бранта и теперь я воружена новым руководством и я очень рада тому что ВФГ поставила это заболевание тоже в приоритет много лет мы ждали помощь старались повышать осведомленность теперь видите победа более 100 человек сейчас нас слушают на этом вебинаре я думаю мы в будущем добьемся изменений к лучшему благодарю вас обоих еще пару полученных вопросов один касается рекомендационного фактора фон Вилли Бранта можно ли его совместно смешанный рекомендационным фактором 8 помимо стоимости есть ли какие-то препятствия к его применению я начну я не знаю есть ли такое уже в Ирландии сейчас имеется ли в наличке я считаю это вообще серьезные вопросы серьезное обсуждение если сравнивать фактор рекомендационный по сравнению с фактором который производится из плазмы различные есть были опасения по поводу продуктов из плазма потому что с плазменными продуктами пациенты с гемофилией испытывали некоторые трудности однако выяснилось что в течение многих лет он доказал свое безопасности очень многие пациенты счастливы действия продуктов из плазма и не выражают лишь желание переходить на рекомендации не стремятся к этому я знаю что есть некоторые данные которые говорят о том что дозировка может быть более низкой или более резкой для достижения гемостаза если используется рекомендастный фактор и хорошо бы чтобы все было в доступе тогда будем и сравнивать и использовать руководство призывает как раз к продолжению сравнения исследовательского сравнения рекомендастного и плазменного продукта необходимо возможно добавить антиотигенную терапию как вот например измапа это делается для пациентов возможно будет можно сранэкзамовую кислоту сочетать в лечении вопросов много ответов пока нет требуется исследование разрабатываю руководство мы натолкнулись на сотни вопросов которые нам хотелось получить ответы истечение работы руководством количество вопросов только увеличилось но мы приоритизировали первые скажем так 20 вопросов много еще вопросов остаются неотвеченными надеемся что будущее большее данное и лучшее исследование позволит нам более полно отвечать на подобные вопросы это ведет нас к следующему вопросу руководства пока молчит о том как вести беременность и роды там нет информации об этом доктор Лавен что вы можете по этому поводу сказать что из практики было включено в руководство и вообще каков обычный общий подход к послеродовому периоду у нас мало информации еще опять же по всему не могли на все вопросы не могли ответить в области болезни фондоревранта мы пока провели обзор в области наших знаний так что приходилось выбирать приоритеты мы говорили об анестезии и послеродовых кровотечениях это самый важный вопрос и там еще тоже много о неясности ведение беременности вообще зависит от вашего подтипа заболевания если уровень 30-50 тип 1 иногда повышается у таких пациентов уровня фактора вибратора во время беременности но пока неизвестно в какой степени и когда после родов нужно начинать лечение и профилактику когда именно снижается после родов уровень фактора если у вас тип 3 например то вряд ли у вас во время беременности повысится уровень фактора вообще 2b то же самое возможно вам потребуется тромбоциты как вести роды пока еще не вполне вопрос этот изучен и мы в любом случае при планировании беременности просим к нам обращаться чтобы вы проверили ваш уровень в различных триместрах беременности отслеживать вашу ситуацию и конечно же необходимо будет создавать индивидуализированные планы ведения беременности не каждому пациенту не в каждой стране это может быть понадобится или возможно но в нашей стране это обычная практика в которой участвуют и акушери гинекологи гематологи целая команда работает с пациентом которая собирается завести ребенка и смеряем уровни зачем если лечение проводится то его интенсивность длительность влияние на здоровье плана также отслеживается и проверяется это все довольно четкая информация 28-30 недель вы знаете нужно быть готовым и к преждевременным родам не всегда в 9 месяцев о беременности они решаются на всякий случай нужно быть готовыми к принятию родов заранее и мало ли в какой провинции пациент живет нужно быть готовым обязательно при планировании беременности можно и нужно учитывать и преждевременные роды тоже как я уже упоминала часто мы забываем ребенок родился и мы забываем о послеродовом периоде а ведь рожениться нужно особое внимание после родов нельзя о ней забывать после родов кровотечения очень часто забываются окушерами гинекологами а ведь это может быть очень тяжелый период для роженица а потом после беременности когда снова начинаются месячные опять же может начаться минорагия поэтому нужно и этот период тоже отслеживать а также дефицит железа нужно прослеживать у женщин после и во время родов и во время беременности дальше вопрос к бабе Николасу были раньше вопросы на эту тему и в чате о том как объединиться с другими пациентами что вы делаете для этого на местном уровне и какие ресурсы вы видите в ФГ для пациентов с болезнью не могли объединиться и друг друга поддерживать ну что ж я отвечу что делать чтобы объединять пациентов боюсь я повторюсь но я думаю во первых нужно предоставлять всем удобные и необходимые пациентам инструменты обеспечить информированность информацию о том как друг с другом объединиться или каким-то интересующим лицом а вот контакт для этого необходимо просто пространство где общаться где высказать свои опасения где задать вопросы о своем положении своей ситуации просто нужно обеспечить это место виртуально или реально и нужно с людьми просто общаться говорить лично поговорить потом вы можете надеяться что да они вашу деятельность вольются и будут вместе с вами работать над осуществлением проектов надо сначала с людьми поговорить и выслушать их личную ситуацию именно так мы и рекрутируем наших активных участников все начнется с разговора о них самих и с этим важно не опоздать наше сообщество в большинстве нашего сообщества главный вопрос это гемофилия и привлечь внимание сфокусировать внимание в наших отделениях очень часто главы отделений общества гемофилия просто отказываются говорят ну это вообще не мой вопрос мне это не так уж и интересно однако это неверно потому что жить с болезнью Виллибранда порой так же не легко как с гемофилией и тут нужно вовремя обязательно проявить активность я во-первых всех призываю быть смелее и самим обращаться в национальную организацию гемофилии там они могут найти того кто поможет кто поможет связаться с другими пациентами у нас маленькая страна маленькое сообщество поэтому отдельные встречи совещания по болезни Виллибранда мы буквально не проводим и мало врачей которые могут высказаться на эту тему поэтому не получается у нас проводить конференции мероприятия с Виллибрандом в Латвии как в Ирландии я даже в ваших встречах буквально вам завидовала немножко по-белому была удивлена как врачи помогают пациентам как пациенты друг другу помогают с тем чтобы больше лучше узнать в нашей стране пока из-за кризиса и малого размера это не получается мы работаем только в онлайн но тем не менее всегда до нас можно достучаться у нас есть группа в фейсбуке я пациентов также призываю искать информацию в других национальных организациях многие наши пациенты бывают или живут в других иностранных других заграничных странах иногда по месту жительства в другой стране им легче обратиться за помощью и советов но и мы всегда здесь всегда готовы помочь и нам всегда для нашей программы для нашей программы приятели нужны очень волонтерам доктор Лаврен вы хотите что-то сказать и делать речь по-испански а хотела бы от Вайды кое-что добавить если ресурсы в стране очень ограничены и вы хотите больше информации получить то другие страны с удовольствием пригласят вас на свои винар это пожалуй единственное преимущество ковида нам теперь легче объединяться соединяться в международном уровне через границы я знаю что ирландское общество гемофилии занимается вебинаром и по вебинарам несколько раз в год так что всем добро пожаловать просто им пошли тиректорами просто и попросите об участии они с удовольствием вас включат в круг участников так что да более крупные страны и другие и на разных языках я уверена вас с удовольствием пригласят ведь мы и мы трансгранично должны друг друга поддерживать есть осталось время на один единственный пожалуй еще вопрос и на этом наша цепь закончен вопрос своевременный и он всемирно важен на всемирном уровне это вакцинация от коронавируса она безопасна и рекомендуется ли она пациентам с болезнью с болезнью не брат да конечно можно вакцинироваться вакцинация оказалась очень эффективной она снижает и уровень заболеваемости и уровень смертности это уже доказанная информация и вакцины очень безопасны мы это знаем мы также знаем что многие пациенты с коголопатиями в течение нескольких месяцев успешно были провоцинированы никаких вопросов с безопасностью не возникли вот такая об этом есть информация вот в чате сейчас ссылка о результатах вакцинации на декабрь есть более поздние сведения на веб-сайте их можно найти ну и можно напрямую поговорить с врачами да это внутримышечное введение обычно с коголопатиями пациенты внутримышечных уколов избегают может быть пенотипами сильных кровотечений перед вакцинацией стоит принять факторы и потом место вакцинации можно нужно держать под давлением некоторое время ну даже с тяжелыми коголопатиями люди безопасно привелись так что мы это конечно рекомендуем и так мы почти заканчиваем нашу стэси хотел бы всех пациентов Мишель Байбом Никола поблагодарить за участие и заходите в онлайн на веб-сайт вфтг чтобы побольше узнать о руководстве и получить доступ к образовательным ресурсам всем спасибо за внимание доastic до встречи до встречи Продолжение следует...